МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главном. Расплата за экскурсию. В Караганде дети-сироты убирали территорию частной гостиницы. Посвящение в студенты – самый яркий праздник в Каргу. Стихия нас врасплох не застанет. Парад снегоуборочной техники. Ученики Литвинской школы-интерната для детей-сирот Асакаровского района Карагандинской области наводили порядок на территории частной гостиницы «Чайка» в Караганде. Их якобы привозили на экскурсию, и они в знак благодарности так ответили за оказанное внимание. Многие весьма предприимчивые работодатели усвоили, что детский труд – выгодная рабочая сила. Ведь детям можно много не платить, так как они не знают своих прав. Основной контингент работающих детей составляют ребята из неблагополучных семей, дети-сироты, большая часть работающих детей – приезжие из Алматинской, Южно-Казахстанской области и иностранные малолетние гастарбайтеры, приехавшие в республику вместе со своими родными. Это мировая проблема, с которой борются правительства практически всех государств. Особо разве детский труд в слабо развитых странах? Но мы-то стремимся попасть в тридцатку лучших государств мира? Эти фотографии не про нас. Но! Жительница Караганды позвонила в прокуратуру района имени Казайвигби и сообщила о том, что на территории гостиницы «Чайка» трудятся дети. Ни ливень, ни прибывшая на место мобильная группа по защите прав несовершеннолетних, работники прокуратуры, представители комиссии по делам несовершеннолетних и органов опеки не смогли остановить энтузиазма детей-сирот. Они упорно стремились доказать, что взялись за метла и лопаты совершенно добровольно. По данному факту мобильная группа прокуратуры района нашел свое подтверждение при выезде. В прокуратуре района внесен акт прокурорского реагирования в управление образования Карагандинской области, по результатам рассмотрения которого директоры и воспитатели привлечены к дисциплинарной ответственности. Официальные лица были шокированы. Около 30 ребят с лопатами, метлами и грамблями, проливной дождь, занимаясь уборкой при гостиничной территории. 34 ребенка и два воспитателя приехали в Караганду на 25-ти местном автобусе. Понесет ли наказание администрация гостиницы «Чайка» пока неизвестно. Эксперты Международной организации труда ежегодно выявляют огромное число детей, которые эксплуатируются на опасных формах труда. По данным МОД, в опасные формы труда вовлечены около 115 миллионов из 215 миллионов работающих детей в мире. Эта глобальная проблема, как оказывается, не обошла и Казахстан. Сергей Высокосов, Айдын Жакан, Арман Нартаев, 1-й, Карагандинский. В шахтерской столице дефицит угля. Вот уже несколько дней карагандинцы не могут приобрести самый востребованный в городе уголь К-12. Большинство жителей частных домов не успели запастись топливом на зиму. Почему нет угля и что отвечают производители угля, выясняла наш корреспондент Мирамголь Салкимбаева. Готовь сани летом, гласит известная поговорка, но не все карагандинцы последовали в народной мудрости. В результате большинство жителей частного сектора оказались не готовы к зиме. Запасов угля К-12 нет и купить топливо негде. На складах и рынках нынче тоже пусто. А если и есть, то цена его не меньше 9 тысяч тенге за одну тонну. В прошлом году мы покупали уголь за 4 тысячи тенге, а сейчас он стоит 8-9 тысяч. Не знаем, что и делать. Уголь до сих пор не купили. Сарай до сих пор пустой. Мы его не купили. Сейчас уголь К-12 нам не привозят. Он подорожал. Да и качество не из лучших. А у меня сын инвалид. Где мне взять такие деньги? А вот производители рапицкого угля уверяют, что уголь в городе есть. Конечно, на весь отопительный сезон запасов нет, но на ближайшие 2-3 месяца город точно обеспечен твердым топливом. И дальнейшие поставки угля, по словам руководства, спланированы. Угля хватит всем. Но уж такой у нас добывается уголь подземным способом, что та часть, которая крупная часть угля, так называемые сливки или орех, как его некоторые любят называть, такого угля у нас от 10 до 20 процентов. Поэтому, пожалуйста, кому нужен уголь со сливками, просыпайтесь, пожалуйста, пораньше. Между тем, представители компании думают повысить стоимость твердого топлива К-12 еще на 10 процентов. Говорят, причина подорожания связана не только с девальвацией. То, что нам с 1 января этого года работодателю вменено дополнительно платить нашим работникам 5 процентов в их пенсионный фонд, по году это составляет 13,5 миллионов тенге. И создана новая, так называемая, палата предпринимателей. Наш взнос в эту палату тоже составляет почти 300 тысяч. Отметим, что цена на уголь Рапид, то есть К-12, в этом году уже повысилась на 500 тенге. Сегодня на рынках топлива можно приобрести за 9 тысяч тенге. Это только за одну тонну. А потребность горожанина на весь сезон составляет приблизительно 5 тонн. К слову, сейчас в резерве у фирмы Рапид находится более 8 миллионов тонн угля. Представители компании отмечают организации, с которыми был составлен договор, полностью обеспеченный углем. Страдает только частный сектор. Миром Гульсал Кимбаев, Лжас Габбасов, Роман Нартаев, Первый Карагандинский. Стихия нас врасплох не застанет. Глава региона Нурмухамбет Абдибеков проверил готовность снегоуборочной и другой специализированной техники к зиме. Сегодня посмотрели готовность лишь части техники на 180 единиц, а всего в области ее насчитывается 657 единиц, включая 30 машин, приобретенных в текущем году. Подготовка к зиме – это не только отопление, горячая вода и электроэнергия. Это еще и надлежащее содержание автомобильных дорог, городских улиц в условиях снегопадов, а следовательно и готовной специализированной техники. На сегодняшний день завезено достаточное количество нужных материалов. Заключены договора по поставке горюче-смазочных материалов. Персонал обучен, а вся техника прошла соответствующий ремонт. По докладам руководителей хозяйствующих субъектов, кто привлекается для этой работы, готовность техники на сегодняшний день стопроцентная. Думаю, что проведенная работа, в том числе приобретение дополнительной техники, порядка 30 единиц была закуплена, нам позволяет быть уверены, что в зимних условиях мы сможем справиться со снегопадом, вывести свое время на снег и таким образом создать комфортные условия для жителей города. Глава региона Нурмухамед Абдибеков отметил сложность работы коммунальных служб в зимний период, особенно в то время, когда выпадает большое количество осадков. Дорожникам приходится работать в две смены, то есть выходить и в ночное время, чтобы в утренние часы на дорогах не было автотранспортных пробок, и люди могли спокойно добраться до работы. «Мы провели все работы по плану, и на сегодняшний день мы можем сообщить о полной готовности к зимнему периоду. В планах закупить еще технику, а вся техника, которая представлена сегодня, к зиме готова». Организациям, выполняющим работы по содержанию республиканских и областных автомобильных дорог, также приходится работать в две смены и производить контрольные объезды своих участков для осмотра и оказания помощи транспорту, застрявшему в снежных заторах. В целом, подготовку подрядных организаций к зиме Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков оценил как удовлетворительное, и в зимний период ответственные службы сделают все необходимое для безопасности и комфорта населения. Гульнур Жакен, Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама, оставайтесь с нами. Торговая марка «Галвин» представляет. Эконом-серия «Профиль Галдек» 53-й серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль «Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль «Галвин» выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галдек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» морозостойкий, надежный, прочный. К другим новостям. Акимобласти Нурмухамбет Абдибеков принял чрезвычайного и полномочного посла Эстонской республики в Казахстане Рейнхольда Яана, находившегося в регионе с рабочей поездкой. Нурмухамбет Абдибеков рассказал гостю о Карагандинской области, о работе, проводимой по решению задач, поставленных президентом страны Нурсултаном Азербайевым и по социально-экономическому развитию. Он остановился на внешнеэкономических связях и на деятельности специальной экономической зоны СРРК. В ходе встречи обсуждался вопрос об установке памятного знака Эстонии на территории Спасского мемориального комплекса. Кроме того, рассматривались возможности дальнейшего развития внешнеэкономических связей между Карагандинской областью и Эстонской республикой. В Карагандинской области разработан план по продвижению услуг национального цифрового телевещания в целях информационной безопасности. Этот курс поддерживает и национальная спутниковая сеть телерадиовещания ОТАУ-ТВ. Наибольшее количество людей, подключившихся к услугам ОТАУ-ТВ в Каркаролинском и Жанаркинском районах. А в Осокаровском, Абайском и Нуринском число пользователей пока наставляет желать лучшего. В целях информационной безопасности Карагандинская областная дирекция радиотелевещания КАЗ-Телерадио проводит работы по подключению к цифровому эфирному телевидению, которое обеспечит бесплатный просмотр до 15 каналов, для областных центров до 30 каналов в цифровом формате. В Нуринском районе к спутниковому телевидению ОТАУ-ТВ жители постепенно подключаются, хотя есть и другие национальные спутниковые сети, которые они уже смотрят. Если вы сегодня на фактах мне покажете, что у вас жители подключились через Казахстан, нет проблем, пожалуйста, только покажите, что у вас люди подключились. На сегодняшний день в Казахстане услугами национального телевидения охвачено 715 тысяч семей. С каждым годом число абонентов от ОТАУ-ТВ увеличивается. Подключение к услугам национального спутникового телевидения сервисное и гарантийное обслуживание производится авторизованными дилерами. Если наши дилеры под гарантией с договором все подключили у вас, обязательно гарантию исполняют. В планах охватить национальным спутниковым телевидением и другие населенные пункты Карагандинской области. В данный момент рассматриваются вопросы, например, какие проекты, чем в городе Каража рассматриваются, финансирование, уже вроде бы даже и финансы нашли, 62 семей подключаются. В ОТАУ-ТВском районе запланировано 50 семей, полкаши – 37. В Карагандинской области почти в 2,5 раза увеличилась площадь посадки леса. Вопросы развития лесного хозяйства были рассмотрены на совещании, прошедшем 20 октября под председательством Акимов области Нурмухамбета Абдебекова. О проводимой работе доложил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Шагурашид Мамалинов. Он сообщил, что в 2014 году посадка леса в регионе увеличилась в 2,4 раза к уровню 2011 года. И в настоящее время угодья Государственного лесного фонда составляют 91 957 гектаров. Посадка леса в текущем году составила 240 гектаров высаженной лиственной породы, клён, вяз в количестве 600 тысяч штук. Для посадки леса в 2015-16 годах подготовлена почва на площади 935 гектаров. Согласно ГОСТу на тысячи человек должно быть 20 гектаров леса, кроме парков и скверов. Потребность зелёных зон в разрезе городов составляет свыше 19 589 гектаров. Дополнительно требуется создать 9078 гектаров леса. Потребность зелёных зон райцентров составляет 1390 гектаров. Дополнительно требуется создание свыше 1169 гектаров. В связи с тем, что из-за старения, засолённости почвы и вымерзания посаженный 30-40 лет назад вяз карагач на территории 3000 гектаров полностью засох. Специалистами лесхозов разработан план лесоразведения и лесовосстановления на 2015-2020 годы, в соответствии с которым будет посажено лесо в Государственном лесном фонде площадью более 5000 гектаров. Весной текущего года проведена республиканская акция «Всеказахстанский день посадки леса», в рамках которой в области посажено более 22 тысяч кустарников и деревьев. Начаты работы по выявлению и переводу в Государственный лесной фонд кустарниковых лесов, а также ленточных лесов вдоль рек. По предварительным данным, их количество может достичь 1 миллиона гектаров. Охрана Государственного лесного фонда осуществляется государственной лесной охраной, численность которой составляет 175 человек. Для ликвидации пожаров действуют 6 лесных пожарных станций, которые оснащены пожарными автоцистернами, лесными ранцевыми опрыскивателями и мотопомпами и другим оборудованием. В то же время, несмотря на проведение профилактических мероприятий, в текущем году на территории Гослесфонда области с начала лесопожарного периода возникло 17 случаев пожаров общей площадью 17 гектаров, что однако меньше уровня прошлого года на 9 гектаров. По итогам осуждения, Кемобласти поручил Управлению природных ресурсов и регулирование природопользования продолжить работу по лесоразведению и лесовосстановлению в Государственном лесном фонде. А Акимов городов Жасказган, Садпаев, Балхаш, Приозелск проработать вопрос по посадке зеленых наслаждений на подведомственных территориях. Один из самых трогательных ритуалов студенческой жизни посвящения в студенты прошел в Карагандинском государственном университете имени Букетова. Студенты факультета философии и психологии организовали праздничный концерт в честь торжества. Праздничное посвящение студенты – самая главная и самая важная традиция каждого учебного заведения. Традиционное мероприятие началось с зажигательного танцевального флешмоба первокурсников. Студенты демонстрировали танцевальное умение. Не осталось в стороне и вокальное мастерство студентов-учащихся. Студент первого курса Ясмогулов Султан приехал из Борового и учится на философа. Считает, будет большим достижением для него, если он освоит эту мудреную профессию. Вот сейчас у нас идет посвящение. Сейчас мы станем официально студентами. Подготовим большой концерт. Мне это очень интересно. Учиться интересно. Каргу. Прекрасный университет. Хорошая база с преподавателем. Учусь, нравится. Студенческая жизнь очень веселая. Студенты отожгли по полной. На сцене был продемонстрирован оригинальный креатив. Зрители получили энергию и позитив. На мероприятии публика не молчала, а свистом и аплодисментами выказывал свое поширение юным талантам. Как назовешь корабль, так он и поплывет. То как проведешь посвящение, так и будет жизнь наших сегодняшних первокурсников. Поэтому я надеюсь, что наши первокурсники будут жить в нашем университете, на нашем факультете философии и психологии, интересной, креативной жизнью. Получат замечательные знания, которые помогут им хорошо трудоустроиться в своем будущем. И никогда не потеряют связь с нашим факультетом. Пожелаем студентам удачно сдать экзамены. Ведь самое настоящее посвящение в студенты начнется во время сессии. Бигзат Аликайдаров, Шалкар Алтымбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Состоялся юбилейный 10-й областной фестиваль спорта и творчества детей с повышенными потребностями. Каждый год дети показывают свои таланты и удивляют способностями. В этом им помогает Общественный благотворительный фонд «Лучик надежды». Общественный благотворительный фонд «Лучик надежды» совместно с управлением внутренней политики оказывает помощь детям-инвалидам и семьям, в которых они воспитываются. Уже десятый год юные таланты показывают свои творческие способности в разных сферах. На первом фестивале было всего 130 участников. В этом году их уже более 700. «Детям нашим нужно творчески развиваться, а для того, чтобы развиваться, должен быть стимул, чтобы они могли участвовать в различных соревнованиях, в различных видах творчества, где есть танцы, где есть вокал, где есть чтицы. И эта идея, понравившаяся управлению внутренней политики Карагандинской области, предложенная нами фондом «Лучик надежды», 10 лет мы воплощаем в эту жизнь». Балмагамбетовой Айгуль, 22 года. Она уже не в первый раз участвует в таких конкурсах. Выступала в Астане и заняла первое место, но все равно говорит, что волновалась. Репертуар ее танцев широкий, от национальных и до современных. Она продемонстрировала очень красивый танец с веерами, от которого публика была в восторге. «Занимаюсь я уже 6 лет. Танцую все разные. Я вот танго танцую. Это вейла, новый, недавно вот вышел. Живу из сарани. Уже третий год. Мне нравится очень танцевать. Я живу прямо, когда я танцую. Вот это мое любимое хобби». В областном фестивале принимают участие творческие коллективы и спортивные команды коррекционных школ-интернатов, дошкольных учреждений и воспитанники детских домов. Конкурсанты фестиваля разных возрастов от 4 и до 29 лет. Самые маленькие участники радовали зрителей своими выступлениями. Здесь участники знакомятся друг с другом, находят новых друзей. На фестивале собираются творческие личности из разных регионов. Город Балхаш одни из первых поддержали и приняли участие в этом фестивале. «Мы уже девятый год приезжаем подряд. Мы единственный город, отдаленный от области, который первый приехал впервые на этот фестиваль. И мы его не пропускаем ни разу. Конечно, мы приезжаем и танцевальный, и вокальный конкурс, везем детей. Этот фестиваль объединяет детей, дает им надежду, дает им искру. Дети у нас тем более мы с отдела занятостей и социальных программ. То есть дети не обучаемые, они не ходят ни в интернат, ни в школу, домашние дети. Мы их собираем, находим помещения, готовим, объединяем их. Это для них дружба, веселье, настрой. Они стремятся к чему-то». Подобные фестивали нужны для того, чтобы развивать таланты детей с ограниченными возможностями. Призывать таких детей к активному образу жизни и доказать, что дети с ограниченными возможностями – это всего лишь статус. На самом деле их возможности безграничны. Лариса Хусейнова, Кайрат Рашитов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В Караганде прошла выставка «Пейзаж от пластики до абстракции». Фотограф Юрий Варыгин в минувшую среду представил карагандинцам 40 работ пейзажной тематики. Автор запечатлел красоты казахстанской природы. Все подробности далее. На счету у Юрия Варыгина более 400 персональных выставок. 40 стран мира увидели работы нашего художника. Фотограф работает в разных жанрах. Выставка, которую карагандинцы смогли лицезреть на прошлой неделе – пейзажные тематики. На снимках изображена казахстанская природа – горы, степи, ущелья, леса. Юрий Варыгин уделяет отечественной природе большое внимание. Наша казахстанская природа очень красивая, очень интересная. Ее надо увидеть. На первый взгляд кажется, что она аскетичная такая, какая-то сдержанная. Но если присмотреться, то нужно увидеть очень много различной красоты. Название этой выставки выбрано не случайно. Фотограф пояснил, какое место занимает абстракция в его пейзажах. Сама абстракция, я считаю, что она существует в природе. И ее только надо увидеть. А фотография – это искусство видеть. И так получается, что надо открыть глаза, посмотреть очень внимательно вокруг, и можно увидеть очень много абстрактных картин. Абстракция – это гармония. Гармония в чистом виде, которая существует в природе. Все, что изображено на фотографиях, снято в самых разных уголках нашей страны. А Юрию Ворогину хорошо запомнился один снимок, сделанный в горах Бектауата. На вершине стоят очень большие такие отдельные скалы. И сквозь них, с той стороны, попадает закатное солнце. Последние лучи солнца. Вот такой вот. Они имеют такой красный оттенок. А мы со стороны уже тени, как бы затененные мы видим. Синие скалы. И там такая духовка, печка как бы внутри. Все 40 работ фотографа имеют свою историю. Ими автор и поделился со своими зрителями. Кстати, многие творческие люди могут поделиться своим искусством с окружающими благодаря проекту Владимира Вишнякова «Творческая среда». Проект открывает новые возможности для художников, дизайнеров, музыкантов, поэтов и многих-многих других. Все эти выставки проходят каждую среду в арт-клубе «Сайдре». В завершении выпуска еще об одном. Ежедневно в нашем регионе проходят различные спортивные события. Вчера хоккейный клуб «Сарарка» принимал гостей из Липецка. К сожалению, наша хоккейная дружина уступила со счетом 2-1. А сегодня в спортивной школе «Даулет» боролись юные спортсмены классического стиля. В соревнованиях приняло участие более 60 спортсменов нашего региона. Соревнования по греко-римской борьбе проходили в 10 весовых категориях. Молодой спортсмен из Сарани Сайлау Нариман боролся в весовой категории до 27 кг и стал обладателем первого места. У меня было две схватки. Первый был Сергей и второй нахожа. Первый был полегче, а второй был чуть-чуть потяжелее. Первый я бросил на две кочерги и выиграл 8-0. А второго я сразу на туши положил. В спортивном словаре юных борцов называют малышами. Именно такие малыши, участвуя на соревнованиях, становятся более опытными, целеустремленными и ставят большие цели в спорте. Сейчас у них первый старт. Мы пробиваем их, стараемся ждать, чтобы в дальнейшем. Сейчас из них, из этих ребят будут продвигаться на дальнейшем для поступления в спортшколу, для выступления в следующих соревнованиях. Будет как стартовая их позиция. Сейчас мы готовим. То, чтобы были они готовы. Сезон соревнований у спортсменов идет в разгаре. Впереди молодых спортсменов ждут турниры различного уровня, где каждый из них сможет проявить себя. Это были все новости на сегодня. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 4206-49. Аман Сауголмстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова